28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В нашей студии руководитель Центра медицинской профилактики в Видновской районе клинической больницы Заре Матен. И мы поговорим о здоровье печени. Заре Мамаровна, здравствуйте. Здравствуйте. Гепатит, насколько это сейчас распространенное заболевание? В настоящий момент достаточно распространенное. Приближается по своей статистике очень близко к туберкулезу. Пути передачи много, поэтому люди заболевают. Какие есть пути передачи? Что мы называем гепатитом? Гепатит — это любое воспалительное заболевание печени. Оно может быть вызвано как вирусом, так и неправильным образом жизни, злоупотреблением алкоголем, наркотическими средствами, возможно, какие-то неправильные приемы лекарственных препаратов. Вот в целом, если мы говорим о вирусной передаче, то это гепатит А, допустим, он передается элементарным путем. Он встречается гораздо реже и чаще по всему миру. Это в странах третьего мира. Если мы говорим, что наиболее развито — это гепатит В, С, Д, Е, Ф — это гепатиты, передающиеся при контакте именно с кровью, допустим, от матери к ребенку, при беспорядочных половых связях, незащищенный половой акт. Либо это могут быть некачественно обработанные инструменты в стоматологии, в косметологических салонах, либо неправильно продезинфицированы, либо использованы одноразовые шприцы. Известно, что печень не болит и никак не проявляет себя. Как человеку заподозрить, что что-то неладное происходит? Это действительно так. Печень начинает болеть только в том случае, если она уже увеличена в размерах, когда нарушена структура ее оболочки. Либо в том случае, если, допустим, она уже обросла жировой тканью, так называемая в простонародье жировая печень. Это наблюдается у пациентов с лишней массой тела, у пациентов, которые ведут неправильный образ жизни, неправильное питание, когда у них уже печень покрывается, и некоторые ее клетки замещаются жировой тканью. Вот это мы называем жировым гипотозом, и это может вызывать дискомфорт, неприятные ощущения в правом подреберье, после питания, после приемов пищи. И пациент, первично обращаясь к доктору, он именно говорит, что что-то беспокоит в правом паку. И это заставляет уже доктора, соответственно, задуматься, проводится дополнительная диагностика, биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование. При необходимости данный пациент, если выявляется патология, это направляется на консультацию к гастроэнтерологу, потому что печень это тот орган, который, как правило, лечит либо терапевт, врач общей практики, гастроэнтеролог, но в более тяжелых случаях, когда нужна узкая направленность, гипотолог. Вот бытует такое мнение, что печень это тот уникальный орган, который хорошо самовосстанавливается, а главное не мешать его работе. Но тем не менее, что мы можем сделать для здоровья своей печени? Абсолютно согласна. Это действительно так. Печень способна регенерировать, и действительно, если ей не мешать. То есть факторами, которые влияют на плохую работу печени, является малоподвижный образ жизни, который приводит, в свою очередь, к ожирению, а это приводит, как я уже ранее сказала, к жировому гипотозу. Неправильное питание, то есть когда печень не может в достаточном количестве вырабатывать желчь, нерегулярные приемы пищи, либо наоборот, очень частые приемы пищи с перекусами, использование в пищу термически грубо обработанной пищи, либо большое количество жирной пищи. Также алкоголь. Это вообще отдельная история, потому что на что, в принципе, направлена функция печени? Она проиводит дезинтоксикацию всего того, что мы с вами употребили. Тот же алкоголь. Как я уже говорила ранее, медицинские препараты. Мы уже обсуждали неоднократно, что многие пациенты склонны к тому, чтобы самостоятельно назначать себе препараты, в особенности антибиотики, а печень как раз-таки выполняет дезинтоксикацию нашего организма и перерабатывает вот эти вот антибиотики, парацетамол, который служит жаропонижающим средством, и даже те же безобидные БАДы, которые принимают в больших количествах многие пациенты, даже они проходят дезинтоксикационную свою составляющую в печени. То есть с БАДами осторожно их должен назначать только врач? Конечно. Я не перестаю повторять всем пациентам на приеме, во время профилактических консультаций, что даже простой БАД, даже травяная добавка или растительная добавка, фруктовая, неважно, что бы это ни было, это должен назначать только доктор после консультации, потому что для кого-то это может быть полезным, а кому-то это может быть непереносимый препарат, вызывающий индивидуальную непереносимость, ну, тяжело переносящийся. Зарима Амаровна, и ваши такие топ-3 совета для здоровой печени? Топ-3 совета – это обязательно соблюдать режим питания, питаться разнообразно, не нарушать режим, то есть обязательно 3 раза в день прием пищи, небольшие перекусы, следить за термической обработкой пищи, не злоупотреблять слишком жирным, не злоупотреблять слишком пряным, жареным, это что касается еды. Ну, конечно же, физическая нагрузка, чтобы избежать осложнений со стороны печени. Ну, и, наверное, профилактика все-таки, именно иммунопрофилактика, потому что на данный момент существует вакцина против гепатита B, это реальная защита, то есть она вас подстраховывает от того, что вы, не дай бог, заразитесь, возможно, в маникюрном салоне или при походе к стоматологу. Это вот защита. Ее можно сделать в любом возрасте? Конечно. Делается она в любом возрасте, начиная с рождения. Первую вакцину, как правило, детки получают уже в роддоме. Далее мама приходит на прием к педиатру. Она делается в первый день, через месяц и через 6 месяцев. То же самое это касается взрослых людей. Они могут в любое время прийти, сделать прививку. Она будет действовать в течение 5 лет. Зарима Анатольевна, спасибо за интересную беседу. А я напомню, что о здоровье печени мы говорили с руководителем Центра медицинской профилактики в Видновской районе и клинической больнице Зарима Тен. К другим новостям.